В формате диалога на равных прошла встреча мэра и спикера местного парламента с молодежным активом курорта. В неформальной обстановке в сквере на мягких креслах юные анапчане задавали самые разные вопросы, от профессиональных до личных. Среди ребят волонтеры, спортсмены, молодые педагоги, специалисты патриотических организаций, студенты и школьники. Все они – будущее курорта. Вы будете становиться взрослее, мудрее, активнее, будете принимать еще больше участия в жизни своей семьи, в жизни вас лично, в первую очередь, в жизни вашей семьи, в жизни города, в жизни страны. Я искренне вам желаю, в первую очередь, не подвести самих себя, это самое важное, ваши собственные личные планы и ожидания. Не подведете себя, не подведете близких, не подведете семью, не подведете тех, кто на вас надеется. Мы на постоянной основе вместе с вами должны формировать будущее нашего города. Я уверен, что именно вы – будущее нашей страны, будущее нашего города, и ваши идеи сегодня для нас очень важны. Только все вместе мы можем менять нашу страну, мы можем менять наш город, мы можем менять наши станицы, наши округа сельские, только вместе, вместе с вами. Как подчеркнул мэр Анапы Василий Швец, именно молодежь может и должна подсказывать свежие идеи для развития города, создавать креативные проекты и участвовать в их реализации. Ребята, в свою очередь, интересуются, какие направления в развитии города сегодня в приоритете. Какие у вас были самые первые цели, которые вы себе поставили, когда встали на должность мэра нашего города? Хочется, чтобы наш город становился еще более известным как город молодежный, как город студенческий, как город инновационный, город айтишный. В прошлом году здесь большое количество молодежи, ваших сверстников сюда приезжало со всей России на удаленку работать айтишники. Со всех регионов России, семьями, кто уже семья, без семьями, потому что, ну, как бы, возможность для оздоровления, для досуга есть лучше, чем, может быть, в некоторых регионах России. Образовательная среда для молодежи. Я считаю, что должны быть направления креативных индустрий. Это дизайнеры, это веб-дизайнеры, это архитекторы, программисты. Ну, второе – это айтишники. В Анапе уже планируется создание современных кластеров, спортивной и образовательной инфраструктуры. Разрабатывается система умного города, развивается санаторно-курортная отрасль. Нам еще нужно повышать качество уровня нашего сервиса и его разнообразия. У нас нет ни одной международной, здесь ни пятерки, ни четверки, ни одной международной сети сегодня пока нет. В этом году мы заключили уже три таких инвестиционных соглашения. Они уже начинают строиться. И не хочу забегать далеко вперед, но надеюсь, что в следующем году одна из них уже появится. А это дает стандарт, это дает уровень. Третье, конечно, это виноделие. Я хочу и планирую, чтобы город все прочнее становился известным, как город-столица российского виноделия. Об этом говорят уже московские журналисты, не я. Я просто это не оспариваю, а подтверждаю. Это приятно, когда говорят, что вы центр российского виноделия. Наряду с вопросами о концепции Анапы будущего были и простые, частные. Об отдыхе, предпочтениях в кино и музыке. Мне очень нравится фильм «Один плюс один». Мне очень нравится фильм «Телохранитель», если знаете, с Кеваном Костнером. Они все разные. Достаточно серьезную часть занимает классическая музыка. Я в свое время закончил музыкальную школу по классу аккордеона. Даже поступил в Днесинское музыкальное училище. В преддверии Дня молодежи почти полсотни активистов были отмечены почетными грамотами и благодарностями мэра курорта и председателя Совета муниципального образования. Василий Швец предложил сделать подобные встречи регулярными и подчеркнул, что это хорошее начало для дальнейшей совместной работы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.